МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Первые в своем роде". АПЛОДИСМЕНТЫ Рейтинг госчиновников Казахстана. Здесь первые на последних похожи. Такие рейтинги – это порождение нашей политической системы. Метод блогера. Вот этот его поступок безобразный, он долго будет аукаться на многих других вирналистов Казахстана. Новогодние приключения по собственному сценарию. Что он этим хотел сказать? Несколько месяцев, я вам говорю, коррупция, как рукой снесет. Границы дозволенного. Узбекистан четко продемонстрировал волю, что абсолютно не считается с киргизским правительством. Заложники анклава СОХ. Очередной конфликт на киргизско-узбекской границе. Узбекские солдаты зашли. Из села Чербак много молодых мужчин вывезли. Власть КИЗ на канале КАПЛЮС. Я Солбек Абдулов. Здравствуйте, товарищи. В новый 2013 год страна вступила с новыми тарифами. На электроэнергию они фактически стали равны ценам, по которым живут в развитых европейских государствах. Шоковая терапия этим не ограничилась. В новый год страна вступила еще с новыми ценами на железнодорожные билеты. Они выросли на 12%. И это сейчас основная тема разговоров пассажиров, их заочных вагонных споров с руководством нацкомпании «Казахстан Тимуржула». Тарифы подняли, пока страна не отошла от новогодних праздников. Казахстанцев, как всегда, застал врасплох рост цен на услуги. И даже тех, кто по определению должен быть всегда готов к тому, что готовят естественные и не очень монополии для потребителей. Я имею в виду депутатов аж двух палат парламента, представителей, кстати, разных регионов страны, и тех, кто позиционирует себя оппозицией. Заявлений по этому поводу от них не последовало, и казахстанцы, как всегда, остаются один на один в отношениях с государством и вытекающими отсюда проблемами. Лучше бы действовал принцип «один за всех и все за одного». Политический бомонд оппозиционного толка на неделе был занят вопросами китайской экономической экспансии и разродился обращением к главе республики приостановить этот губительный, на их взгляд, процесс, пока он не стал необратимым. Также на минувшей неделе подводили вдогонку итоги года прошедшего. Появился рейтинг самых эффективных и самых-самых неэффективных чиновников республиканского и регионального значения. «Я был въезд и остаюсь помощником нашего Ельбасы». В этих словах, пожалуй, кроется секрет самого преданного, а теперь и самого эффективного политика Казахстана. Карим Масимов, по мнению исследовательского агентства «Рейтинг КЗ», работает лучше всех в стране. «У нас, к сожалению, не компетентность или профессионализм, или знание своего дела, или опыт является основой для карьерного роста, а совсем другие причины, включая и близость к определенным кланам, лезть под халимаш, кто красивее и приятнее скажет комплимент в адрес президента и так далее. Поэтому такие рейтинги – это порождение нашей политической системы». Премьер-долгожитель, а ныне руководитель администрации президента, занял почетное первое место. Причем за Жанаузень, а точнее за отсутствие там беспорядков во время годовщины трагических событий. Именно администрация президента, как контролирующий и идеологический орган, по мнению аналитиков, сыграла ключевую роль, просчитала риски и заранее предприняла меры. К таковым, судя по всему, относится заблаговременное выступление Ельбасы. Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем независимости заранее, 14 декабря. Причем не просто поздравил, а рассказал о грядущем светлом будущем, которое ждет всех в 2050-м, порадовав при этом, что все задачи, поставленные в стратегии 2030, выполнены досрочно. Говорить о том, что она уже выполнена, ну это просто в верхней серьезности, на мой взгляд. Это не серьезно, так говорить. Если у нас еще воды нет, если у нас сотовой связи, ладно, сотовой связи, электричества нет. Если у нас дорог нет, здравоохранение системы деградирует. Как можно говорить о выполнении программы стратегии 2030? Но все это, судя по всему, уже не важно. В недрах администрации президента под руководством Карима Масимова разработали уже новый документ аж до 2050 года. И новый премьер Казахстана уже нацелился выполнять поставленные задачи. Пока, правда, Серик Ахметов на своем поприще не отличился. Но и промахов за ним еще не числится. В общем, в рейтинге он занимает вторую строчку. Аналитики, похоже, простили и забыли бойню на Аркан-Киргене главе КНБ Нуртаю Абыкаеву. Он, несмотря на смерть пограничников на горной заставе и крушение военного самолета с гибелью практически всего руководящего состава погранслужбы, прочно обосновался на третьем месте. Ни семимесячная забастовка нефтяников, ни беспорядки в Жан-Узене, ни смерть простых людей не сказались, как выясняется, на популярности и эффективности Крымбека Кушербаева. Из Акима Мангисталовской области в советнике президента, а оттуда прямиком в вице-премьера. В общем, четвертая позиция. И замыкает пятерку лидеров и Манголита Смагамбетов за умение преподнести казахстанскую столицу. В 2017 году Астана будет принимать всемирную известную выставку «Экспо». В общей сложности в списке эффективных 12 чиновников. Среди них глава Восточно-Казахстанской области Бердебек Сапарбаев. Один из немногих, кого периодически хвалил Ельбасы. Глава ведомства по делам спорта Талгат Ермегияев за 12-е общекомандное место и 7 золотых медалей на летней Олимпиаде в Лондоне. Спикер Мажелиса Нурлан Нигматуллин попал в эту кампанию, как ни странно, за выход из парламентского застоя. Причина появления такого рода рейтингов лежит немножко глубже. Есть реальная межэлитная война, межклановая война. Каждый хочет засветиться, попиарить или себя, самого любимого, или своего протеже. Сейчас обостряется борьба за возможность стать преемником Назарбаева. И куда больше в Казахстане, судя по опубликованному рейтингу, чиновников неэффективных. Тех, чьи работы, мягко говоря, недовольны. И здесь, вне конкуренции, своеобразный председатель Нацбанка. Григорий Марченко – автор целого ряда антинародных инициатив. Например, он предлагает увеличить пенсионный возраст для женщин, чтобы как мужчины до 63 работали. Это при средней продолжительности жизни в стране в 69 лет. Национальный банк осуществляет интервенции, чтобы сохранять стабильность курса. За весь 10-й год такие интервенции были произведены на сумму 2 миллиарда долларов. Только за первую половину 2011 года эти интервенции составили эквивалент 7 миллиардов долларов. Национальный банк специально удерживал дешевым тенге, чтобы продукция наших экспортеров была конкурентоспособной. То есть это в их интересах было сделано, не для нас. Очень неважно, судя по рейтингам, трудится министр внутренних дел. Мало того, что в ведомстве, оказывается, работали некомпетентные люди, более 10 тысяч провалили аттестацию. К тому же никакой реальной работы, кроме войны на ведьм. Вместо настоящей борьбы с терроризмом и экстремизмом, с проявлениями которых Казахстан столкнулся, МВД арестовывает оппозиционных политиков и журналистов. По решению суда закрывает и запрещает неугодные сайты и газеты. Если идти по списку, то работают из рук вон плохо 20 чиновников самого высокого ранга. Практически весь кабинет министров, Аким Алматы и главы еще четырех регионов. Спикер Сената, генеральный прокурор и председатель счетного комитета. Аслан Мусин казался непотопляемым. Вершил судьбы в администрации президента очень долго. И вот теперь признан неэффективным. Сейчас стало очень модно публиковать различные рейтинги. Конечно, какая-то доля истины в этом есть. Например, в списке неэффективных чиновников названы фамилии людей, которые наиболее критикуются в СМИ и так далее. Какая-то логика в этом есть. Но я думаю, что причина появления такого рода рейтингов лежит немножко глубже. А вы посмотрите, кто в учредителях. Вы посмотрите, кто реальный хозяин и кто платит деньги. От этого все будет исходить. Самым эффективным чиновником 2012 года признан Карим Масимов. В прошлом году он еще работал премьер-министром. И по некоторым оценкам работал он в режиме худо-бедно для казахстанцев. Поэтому его лидерство многим кажется несколько натянутым. Самым неэффективным признан глава Нацбанка Григорий Марченко. Тут спорить сложно. И Григорий Александрович сам много сделал, чтобы прослыть, мягко говоря, самым непопулярным госчиновником страны. Как вы помните, общественные организации заочно наградили его дипломом «Антинародный герой» за рьяное продвижение и воплощение антинародных и антисоциальных реформ. Но надо признать, что глава Нацбанка находится не только в конфликте с женщинами Казахстана по вопросам пенсионного возраста, и не только в давнем конфликте с журналистами, причем фактически со всеми. Бывало, он оппонировал и премьеру Масимову. Этот факт вполне ложится в русло старых версий, что Марченко назначили на пост главы Нацбанка в противовес премьер-министру Кавиму Масимову. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что первое место Марченко по неэффективности – это такой ответ-привет Масимова строптивому руководителю Нацбанка. Но это если исходить из такого предположения. Кто в рейтинге эффективных чиновников назван первым, тот чиновник данный рейтинг и заказал. Новогодние аллюзии еще в ходу, и как предварялся фильм «Ирония судьбы или с легким паром» – это совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в Новый год. Хотя исчезновение Токбергена Абиева в начале восприняли как раз-то наоборот, как историю типичную, исчез правозащитник и независимый блогер с соответствующими далеко идущими опасениями за его судьбу. Профессия ведь все-таки из-за разряда опасных, как тут ни крути, особенно в условиях Казахстана. Триумфальная речь астанинского журналиста Токбергена Абиева получилась совсем нецензурной. Пропавшего 21 декабря редактор интернет-сайта Абиев Киезет перед самым Новым годом обнаружили полицейские. Оказалось, что никто Абиева не похищал, а он сам скрылся на съемной квартире, отключив телефоны. Этот поступок осудили его знакомые и близкие, которые 10 дней били во все колокола и призывали власти спасать журналиста. Токбергена упрек и коллег откровенно разозлили. Можете не приходить, ради Бога! Я никого не прошу! Я как работал, так и буду с людьми работать! Люди ко мне придут! Не вы придете! Люди ко мне придут! Понятно? Это вы свое мнение! Мусоргани тоже долбаный, блядь! Ты меня опозорь! Кто ты такой, нахуй вообще, блядь! Кто ты такой, чтобы тебя опозорить? Если я опозорил, я сам себя опозорил! Инсценировщик подготовился основательно. Накануне исчезновения он распространил пресс-релиз, в котором обещал громкие антикоррупционные разоблачения. В тот же день он вышел из своего офиса и пропал. Его знакомые сразу же решили, Токбергена похитили якобы из-за сенсационной информации. Преследование средств массовой информации со стороны политического руководства страны, также понимая то, что сегодня в стране все коррупционные преступления, как правило, остаются безнаказанными, то все как бы сходится в одно. Интересно, что в пресс-конференции, организованной Мусуголиду Амбековым 21 декабря, принял участие сын Абиева Тулиген. Как стало известно позднее, он единственный из сей родни знал, где находится отец, но свою роль сыграл как положено. Получилось так, что ты должен был приехать, ты опоздал, а приехала другая машина и его забрала. Так ситуация сходится тогда. Глава Фонда защиты свободы слова, одельцос Тамара Калеева, была в числе первых, кто начал писать заявление о пропаже журналиста в соответствующие органы. Она же первая отреагировала и на новость об инсценировке с заявлением о внесении редактора сайта Абиев Киезет в черный список Фонда защиты журналистов. Вот этот его поступок безобразный, он долго будет аукаться на многих других журналистов Казахстана, которые могут пострадать. А я почему-то думала, что будут такие пострадавшие. То есть у всех, и у нас, и у нашей полиции, и у западных правозащитных организаций, и у посольств. Первый вопрос будет, может быть, внутренний, а не инсценировка ли это, не разыгрывает ли он это в каких-то красных целях. Но при этом Тамара Калеева делает оговорку. Вряд ли Токберге Абиев та личность, по чьим поступкам можно оценивать все журналистское сообщество республики. И скорее всего, эта инсценировка – плод лишь его воображения. Видите, это не та личность, которая способна реально дискредитировать. Он слишком неоднозначен. Он не профессионал, он дилетант. Он человек сидевший. Он человек с сомнительными, я мягко выражаюсь, нравственными, моральными, профессиональными устоями. Если бы это был человек, которого реально уважали журналисты за профессиональные личные достоинства, это да, это был бы удар. После скандальной пресс-конференции нашей съемочной группе удалось встретиться в спокойной обстановке с господином Абиевым и все-таки задать ему вопрос, для чего он это сделал. Ответ прост. Главный редактор информационного сайта хочет встретиться лично с президентом и передать ему данные по коррупционной деятельности высокопоставленных госслужащих. Это, я считаю, моя обязанность как журналиста, потому что люди, они мне верят, они мне звонят каждый день. Что там, что будем делать? Токберген, как посоведуешь? Я говорю, ну я в конце не генпрокурор, не президент, но я то, что могу, делаю. Поэтому ко мне каждый день обращаются люди, звонят. И чтобы это все донести до власти, я совершил этот поступок. Еще один мотив поступка Абиева, по его словам, вяло текущем следствии по делу об исчезновении журналистки газеты «Законы правосудия» Оралгайши Омаршановой. Она исчезла весной 2007 года после ряда острых публикаций о деятельности компании «Казахмыс». И до сих пор ее судьба неизвестна. Оралгайша провела журналистское расследование убийства Сагита Шакпутова, которого спецслужбы обвиняли в создании преступной группировки и многомиллионных хищениях из корпорации «Казахмыс». Вот строчки из опубликованного ею обращения жителей Карагандинской области. С 4 декабря 2006 года сотрудник МВД Юрий Огай начал устраивать в наших городах маски-шоу подкидывать друзьям Сагита взрывчатые и наркотические вещества, заключать их под стражу, чтобы последние, то есть друзья Сагита, не могли выяснить истинного заказчика убийства. Сотрудник МВД Юрий Огай и представитель правления корпорации Эдуард Огай пишут в СМИ, будто бы Сагит был убит в результате разборок за власть и передела сфер влияния. Но это не так. В первые дни следствия Абиев, возглавлявший газету, в которой трудилась у Маршанова, полностью отрицал свою причастность к материалам о многомиллионных теневых сделках. Сегодня, после неудавшегося самопохищения, он говорит по-другому. В принципе, она никогда журналистикой не занималась, она к компьютеру не знает, как подходить, по большому счету. Эти статьи все писал я. Вот эти все, что она писала, это писал я. Потому что она компьютер, она просто делала информацию, давала мне информацию, я ее перерабатывал и делал в своем варианте. Самая главная мечта редактора – презентовать лидеру нации свой проект по искоренению коррупции в Казахстане. По словам самого Абиева, его идеи заслуживают внимания. Это минимальные сроки, несколько месяцев. Я вам говорю, коррупция, как рукой снесет отсюда. Они сами не будут этим заниматься. Если этот проект, он внедрить во власти, который я хочу предложить президенту, это лучше будет всему государству и самому президенту. Об этом будет говорить весь мир. То, что я хочу предложить, это я не хвастаюсь, это оно есть, оно как бы и просто, но все гениально, оно все простое. Я Сагбаев, Павел Ангельгард, Алматы, Казахстан. В заключение новогодней истории исчезновения и возвращения Токбергена Абиева можно опять же привести цитату из «Иронии судьбы». В жизни обычно бывает то, чего не может быть, а то, что может быть, в жизни не бывает. Смотрите далее в нашей программе. Границы дозволенного. Узбекистан четко продемонстрировал волю, что абсолютно не считается скиргизским правительством. Заложники анклава Сох. Очередной конфликт на кыргызско-узбекской границе. Узбекские солдаты зашли. Из села Чербак много молодых мужчин вывезли. Мы продолжим наш обзор событий недели через пару минут. Главные события в Казахстане. Достоверные факты. Эксклюзивные комментарии. Читайте в Казахстане информационно-аналитический портал «Республика». Чтобы обойти блокировки, воспользуйтесь доменом «Республикас.инфо». Вы окажетесь на так называемом прокси-портале. Специально разработанные канадскими специалистами по интернет-технологиям прокси-порталы помогают пользователям получать информацию в тех странах, где блокируют интернет-ресурсы. В Китае, Иране, в Казахстане. Вы принимаете условия использования системы и попадаете на страницу информационно-аналитического портала «Республика». Материалы интернет-портала также доступны пользователям всемирной сети Facebook. facebook.com.respublica.cas Если вы хотите поделиться информацией, вам есть что рассказать, звоните в редакцию «Республики». Наши телефоны в Казахстане. В Москве. Плюс семь четыреста девяносто пять шестьсот двадцать один восемьдесят семь ноль три. Новости Казахстана. Новости Казахстана на английском языке смотрите в 16.30, 17.30, 18.30 и 19.30 со вторника по субботу. Время – Астаны. Изготовление и размещение рекламы на канале К+. Основной причиной конфликта около анклава Сох кыргызские политологи называют «желание узбекской стороны предотвратить строительство Кыргызстана гидроэлектростанции по совместному проекту с Россией». Формальным поводом недовольства узбеков стало обустройство границы со стороны Кыргызстана. Эту погранзаставу премьер Жан-Туроса Табалдеев официально открыл в декабре прошлого года. После Нового года пограничники начали протягивать на заставу электролинию, она же стала линией раздора. На границе стал собираться народ и мешать работе пограничников. После чего последовали выстрелы в воздух, затем короткое затишье и снова обострение конфликта с разбоем, избиениями и захватом заложников. Почти сутки 30 граждан Кыргызстана пробыли в заложниках у соседей. В свою очередь узбекские власти сообщают о пяти раненых со своей стороны. Раны огнестрельные. И во всем этом виноваты несколько метров земли. Началось все 5 января на территории анклава Сох в Баткенской области Кыргызстана. Узбекские граждане выразили недовольство тем, что при электрификации новой крыгызской погранзаставы Чарбак пять столбов ЛЭП углубились на несколько метров в узбекский анклав Сох. Ну, каким образом они оказались на территории Углубистана, сейчас мы детально разбираемся. Пограничники Кыргызстана рассказывают, чтобы утихомирить возмущенных жителей анклава, военные выстрелили два раза в воздух. Митинг узбекских граждан разогнали. Но на следующий день жители анклава вернулись, их было уже 200 человек. Несмотря на обещания кыргызских пограничников демонтировать столбы, толпа стала избивать кыргызского милиционера и сносить линии электропередач. Параллельно начала поступать информация, что из приграничных сел на машинах насильно вывозят граждан Кыргызстана. На следующий день в Бишкеке около 150 человек требовали от премьеры объяснений, что предпринимается для освобождения заложников. Вышедший к ним начальник главного штаба погранвойска Кыргызстана сообщил, что в результате переговоров с узбекской стороной в ночь с 6 на 7 января 14 граждан Кыргызстана были отпущены. Остальных заложников удалось вызволить ближе к вечеру 7 января. С места событий передали, что прием наших граждан осуществлен. 16 граждан Кыргызстан переданы нашим органам властей. Они находятся на своей территории. На территории по информации, переданной узбекской стороной, на территории анклава СОХ, граждан Кыргызстан 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 нет. По версии узбекских СМИ, конфликт спровоцировали кыргызские пограничники. Ссылаясь на пресс-службу Комитета по охране государственной границы СМИ, журналисты передают, несмотря на указанную ошибку пересечения границы, кыргызские пограничники продолжили возведение столбов, что и привело к конфликту между жителями узбекского села Хущар и военнослужащими Кыргызстана. В результате инцидента кыргызские пограничники, применив оружие, ранили пятерых граждан Республики и Узбекистан, состояние здоровья которых оценивается как крайне тяжелое. Таким образом, необдуманные и противоправные действия кыргызских пограничников привели к обострению обстановки на узбекско-кыргызской государственной границе. 9 января в Бишкеке прошло заседание Совета по обеспечению безопасности и порядка. Решено создать межведомственную комиссию для выяснения всех обстоятельств, спровоцировавших конфликт между представителями двух государств. Эксперт в области геополитики Турат Акимов считает, что расследование причин ничего не даст. ЧП было продумано. Говорить о том, что это какая-то бытовая разборка, нет, не имеет смысла. Бытовая разборка, наверное, просто перешла бы по ножовщину обоюдную, но не более того, а не с вывозами людей, братьев, заложники. Это говорит о том, что есть сценарный план. Узбекистан четко продемонстрировал волю, что абсолютно не считается с кыргызским правительством и что может продемонстрировать ему силу в любой момент, на любом участке. О том, что это была спланированная акция, говорят и жители Баткенской области. По крайней мере, по телефону родственникам очевидцы рассказали, что из кыргызских сел заложников брали не простые гражданские, а люди в военной форме. Узбекские солдаты зашли, из села Чарбак много молодых мужчин вывезли. С моего родного села тоже одного парня увезли. По словам Турата Акимова, президент Кыргызстана должен был догадываться о таких методах демонстрации силы соседам. Еще в сентябре прошлого года Ислам Каримов на встрече с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, согласившимся до этого принять участие в строительстве каскада ГЭС на реке Нарын, заявил, цитата, водные проблемы могут стать причиной конфликтов. Это серьезное противостояние. И оно может стать даже причиной войны в регионе. Я помню, Атамбай заявил о том, что типа Ислам Абдуганевич просто другое имел в виду и ничего не должно было быть. После таких заявлений должна была быть как минимум произведена, скажем, регасценировка возможных событий, переброшенные какие-то силы, скажем, командование погранвойск или еще Министерство обороны должно было больше мониторить территорию, сопредельную с этими. О том, что причиной конфликтов на границе между Кыргызстаном и Узбекистаном являются проблемные участки, руководители обеих стран знают прекрасно. На сегодня не демаркированы 315 километров узбекско-кыргызской границы. Однако официальный Ташкент, по мнению политолога Мурата Сюенбаева, намеренно затягивает решение этих вопросов. Вот только непонятно для чего. У Узбекистана такие проблемы есть абсолютно со всеми соседями, включая Афганистан. Решить эту проблему можно достаточно просто в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которая именно создавалась для решения пограничных вопросов. Сейчас пункты пропуска на границе Кыргызстана с Узбекистаном закрыты. Такие меры приняты с целью стабилизации обстановки, сообщают в погранслужбе Кыргызстана. Между тем, по прогнозам аналитиков межправительственной антикризисной группы, который был опубликован в 2012-м, в республике будет расти риск террористических актов. Причинами столкновения эксперты предсказали территориальные противоречия. И, похоже, их прогнозы начинают сбываться. Аркин Олымбеков, Нурлан Садышев, Кыргызстан. Программа «Власть КИЗ». Вы смотрели программу «Власть КИЗ». Обзор событий недели. Акценты, тенденции лица. Все ваши власти. Всего вам доброго и до новых встреч.